Два года назад в самой, казалось бы, далекой от церкви государственной структуре, федеральной системе исполнения наказаний, появилась новая должность – помощник по организации работы с верующими. Чуть раньше между Ульяновским управлением и митрополией было заключено соглашение о сотрудничестве. Пришло время подвести некоторые итоги. Силовики и священники нашли смежные задачи. С 90-х годов при ульяновских тюрьмах начали строить церкви. Сотрудники спецучреждений заметили, их наличие улучшило ситуацию в плане соблюдения режима содержания. Заключенные, даже бывшие, стали реже совершать повторные правонарушения. Развитие этой работы логически привело церковь и УФСИН к выстраиванию уже официального сотрудничества. Между нашей митрополией заключен договор с управлением Федеральной службы исполнения наказаний. И согласно этому договору мы сейчас как раз работаем во всех направлениях. Есть благочинный отец Святослав, который курирует все учреждения исполнения наказаний на все территории Ульяновской области. Сегодня митрополия, согласно документу, принимает в стенах своих реабилитационных центров бывших заключенных. Пока таких мест три. Один в областном центре, второй в Жадовском монастыре и третий при церкви в селе Ляховка Майнского района. Последний, можно сказать, оторван от цивилизации. Село Ляховка Майнского района. Тихий уединенный уголок, где расположена одна из самых старых иномольных церквей Ульяновской области. Она никогда не прекращала свою работу ни на день, потому что сюда нет приличной дороги. И советские власти считали, что верующие сюда просто не доберутся. Теперь церковь, пожалуй, единственная составляющая будущей жизни села. Село еще сохранилось на карте нашего региона только благодаря тому, что тут живет и действует православный приход. То, что село почти отрезано от мира, помогает освободиться от искушений страждующим. Вдохновитель этой жизни иеромонах Варсонофий Веспалов, настоятель Свято-Богородицкой Знаменской церкви села Ляховка. Здесь не прекращалась молитва. Здесь Господь сохранил ее, милостью своей Божией. И вот здесь возродилась жизнь. В этой деревне население составляет меньше 30 человек. У нас в общине уже больше 30 человек. То есть люди, пришедшие к Богу. Здесь представляют сейчас большинство. Видите, деревня возродилась за счет призыва Бога. И здесь образовалось исторически, не специально никто не планировал. Сначала просто община образовалась при церкви. Потом эта община разделилась на монашескую и на мирскую. Приход небогатый. Все здесь живут трудом и молитвой. Все, что общинники выращивают и производят, используется в их хозяйстве. О деньгах не задумывается никто. Труд и молитва в большем тут не нуждается никто. Сложно жить по Божьим законам. Не по мирским, не по людским, а по Божьим законам, как вы здесь живете. Это трудно или нет? Что для этого нужно, чтобы зажить такой жизнью? Желание и воля. И усердие. Терпение. Анатолий пришел сюда по рекомендации сотрудников УФСИН полтора года назад. Он может уйти, но не хочет. Здесь он нашел себя, здесь и только здесь он чувствует радость от труда и неведомый атеисту вкус жизни. В общество вернулся еще один человек. Причем на новом качественном уровне. Конечно, мы наводим справки в управление, кого мы рекомендуем. Это отзывы тех сотрудников колонии, с которыми осужденные работают. Это воспитательные службы, оперативные службы. Это младшие инспектора, в которых отрядах осужденные находятся. Это отзывы самих прихожан. Это очень важно, потому что каждый человек своими особенностями обладает. И наша задача предотвратить появление в революционных центрах людей, которые здесь смогли бы совершить право нарушения. Здесь в этой работе не может быть массовости. Здесь больше индивидуальная работа. Индивидуальная работа. И сами понимаете, когда группа прибудет даже вот сюда, в Ляховку, что она может дальше, как себя повести? Это же все равно, возьмем мы внимание, они же бывшие осужденные. И у них определенная судьба. Поэтому мы не работаем на количество, мы работаем на качество. Сегодняшняя Ляховка как бы разделена на две половины. С одной стороны женский монастырь, с другой братская община. Церковь не дает замереть жизни в этом тихом уголке. Сюда приезжают из разных мест России в поиске уединения. В жилищах только самое необходимое. Здесь очень часто проводятся службы, на которые приезжают даже горожане. Село, основанное еще при Петре Великом, будет жить трудами верующих. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.